МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На страже детского здоровья в Брестской детской областной больнице запущен новый компьютерный томограф. Губернатор региона Анатолий Лис лично оценил результаты проделанной работы. Задача, поставленная Александром Лукашенко, обеспечить население индивидуальными средствами защиты в регионах, решается. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук встретился с директором общества с дополнительной ответственностью Панда и проверил, как на производстве налажен пошив медицинских масок. Коронавирус продолжает менять уклад жизни белорусов. Психологи советуют искать плюсы в любой, даже самой сложной ситуации и учиться быть оптимистами. Появился новый вирус – вирус доброты. Итак, в эфире итоги недели. Начинаем. На страже детского здоровья. Материально-техническая база Брестска детской больницы развивается стремительными темпами. Программа обновления в самой активной фазе. Да, процесс модернизации не бывает быстрым, все постепенно, по этапам. Но ведь результат стоит того, чтобы подождать. Работать на современном оборудовании – задача номер один. Накануне в Брестской детской областной больнице был запущен новый компьютерный томограф. Событие без преувеличения значимое, а потому оно не осталось без внимания первых лиц области. Губернатор региона Анатолий Лис приехал лично оценить результаты проделанной работы. Наш корреспондент Виктория Нечаева собрала все самые значимые преобразования Брестской детской областной больницы в одном сюжете. О том, что сделано, что предстоит и почему к самым маленьким пациентам такое повышенное внимание. Все подробности прямо сейчас. Брестская детская областная больница рассчитана на 270 коек. При этом функционирует более 400. А потому было принято решение расширить существующие площади. Сегодня строительство нового лечебного корпуса на 120 мест в активной фазе. Средства на возведение выделил Александр Лукашенко по случаю 80-летия Брестской области. Этот объект будет готов к сдаче уже в 2021 году. А уже сегодня готов принять маленьких пациентов компьютерный томограф. Он поставлен по линии Министерства здравоохранения. Аппарат будет работать в две смены. Томограф самый современный на сегодняшний день. Его стоимость 833 тысячи белорусских рублей. Это нам по линии Министерства здравоохранения поставлено. Ну а саму эту пристройку, мы ее тоже сделали, естественно, под этот аппарат. Стоимость 630 тысяч. Вот это все обошлось около полутора миллионов рублей. На этом аппарате можно в смену производить более 25 обследований. А если работать в две смены, то это около 50 или больше 50 обследований детей. Это очень важно. Сегодня потребность в такой диагностике есть. Мы даже говорили, что мы используем эти аппараты сегодня в том случае, когда необходимо провести исследование даже больных людей, которые болеют пневмонией, в том числе и коронавирусом. Мы отслеживаем эту ситуацию. Обстановка, она контролируемая в области. Резких всплесков мы не видим. Вместе с тем расслабляться не нужно. Сегодня работаем. Есть проблема с защитными масками. И мы предпринимаем меры, чтобы швейные предприятия, которые у нас есть на территории города, области, чтобы они активнее занялись по швейным маскам. Но вернемся к теме сюжета. Новый КТ, так его сокращенно называют медики, имеет целый ряд преимуществ. Аппарат оснащен самыми передовыми технологиями сканирования. Благодаря им увеличивается диагностическая возможность. Пока аппарат будет функционировать в тестовом режиме, на это уйдет месяц. В целом за день на нем смогут пройти обследование до 50 детей. Приятно, что мы это сделали довольно быстро, потому что от момента начала реконструкции помещений до ввода в эксплуатацию прошло 5 месяцев. Это довольно хорошие сроки с учетом всех требований. Что позволяет? Ну, в принципе, как сказать, от макушки до пяток можно исследовать все. Есть, конечно, некие прицельные вещи, потому что костная структура и так далее, это, конечно, больше КТ. Но есть вопрос, программное обеспечение данного аппарата позволяет получать изображение практически онлайн, что говорит о том, что пропускная способность аппарата будет выше. Практически мгновенно проходит исследование. От поступления ребеночка или любого пациента до выхода его из нашего помещения, сканирующего, проходит не более 7 минут. Это с подготовками, если надо вдруг переложить тяжелого пациента, либо его уложить, потому что укладка тоже важна. Поэтому пропускная способность его большая, можно сделать в смену и 20 человек, и больше. Вопрос в том, что интерпретация изображения – это самая такая сложная вещь, когда доктор сидит и думает, что же ему ответить на поставленный вопрос. И, как правило, на интерпретацию дается час. Условия пребывания маленьких пациентов и их родителей, можно сказать, улучшаются из года в год. К примеру, недавно в рамках программы правительства Японии по грантовой помощи были приобретены артроскоп. Он предназначен для малоинвазивных операций на суставах. И гастроскоп для извлечения из детских желудков разных предметов. Эти аппараты должны разгрузить больницу. Нас объединяют такие трагедии. Мы считаем, что Беларусь – это не чужая страна. И дети – это будущее. Не только в Беларуси, но и в Японии. И мы считаем, что помочь детям – это помочь будущей Беларусь и будущей нашей отношении. Большие преобразования происходят и в рамках трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина. Ведется модернизация системы распределения кислорода. Она в итоге обеспечит бесперебойную работу отделений. Уже завершена строительная часть по реконструкции кислородного цеха. Приобретен реанимобиль. Это, по сути, реанимация на колесах. Также поставлено оборудование для искусственной вентиляции легких. Кстати, вскоре в учреждении должен появиться аппарат МРТ. Да, на государственный бюджет ложится значительная финансовая нагрузка. Но есть ли что-то дороже здоровья и жизни маленьких пациентов? Виктория Нечаева, Дорбокунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Глава государства потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты, в число которых входят и медицинские маски. Именно их отсутствие в аптечных сетях Бреста стало поводом беспокойства населения. На помощь их производителям решили прийти швейные предприятия города. Первым откликнулось одно из ведущих – общество с дополнительной ответственностью «Панда». Председатель Брестского горесполкома Александр Рогачук встретился с его директором Александром Ласковичем и проверил, как на производстве налажен пошив медицинских масок и сколько единиц изделий готовы производить предприятие за сутки. Подробности далее. О нехватке медицинских масок в аптечных сетях города жители Бреста заговорили еще на прошлой неделе. Днем с огнем их было не сыскать практически в любом областном центре. Потому быстрая реакция на требования президента страны Александра Лукашенко решить этот вопрос неудивительно. Брестское швейное предприятие «Панда» сегодня полностью переквалифицировано под производство этих изделий. Для такого шага понадобились рекордно малые сроки. Основное производство приостановлено. Директор Александр Ласкович уверяет, 100 тысяч единиц в день здесь будет отшито. Мы начали работать с начала месяца на довальческой схеме с БПХО Бородыча. За это время, за эту неделю мы оформили свои сертификаты по разрешениям по выпуску масок медицинских, одноразовых и многоразовых. И мы начинаем выпускать и свое производство, так и по довальческой схеме. Мы отгрузили уже 20 тысяч на Брестскую фармацию. Со следующей недели мы заключаем договор с барановической медтехникой для того, чтобы обеспечивать медицину в Брестской области. Я думаю, что мы на следующей неделе перейдем практически на 100% своего производства. То есть мы будем выдавать не менее 50 тысяч многоразовых и одноразовых масок, то есть в сумме 50 тысяч в день для предприятий и медицинских учреждений города и области. Сегодня в производстве задействовано 70% довальческого сырья, 30% собственного. Но со следующей недели руководство предприятия переходит на цифру в 90%, максимально используя свое сырье. Будет выпущено три вида масок. Первый прошел сертификацию – это одноразовые маски, которые поступят в аптечную сеть города. Два других – многоразовые, без сертификации, будут переданы предприятиям города. Сейчас это представляется просто повязка. То есть она не сертифицирована как медицинская. Это бытовая? Это бытовая маска. Почему? Потому что она двухслойная, внутри нет прокладки фильтрующего слоя. Значит, аналогичная маска будет выпускаться уже с сегодняшнего дня с прослойкой, значит, с фильтрующим слоем. Она прошла сертификацию как многоразовая медицинская маска. Подобные маски в городе шьют 19 фирм, как самостоятельные юридические лица, так и субподрядчики. Их работа поможет решить вопрос с дефицитом аптечного товара. На данный момент маски присутствуют эпизодически в аптеках фармации. Да, вот фармации мы поставили 20 тысяч. Фармации, да, они идут как маска бытовая. Да. Вот. Задача стоит такая, чтобы к концу недели обеспечить и частные аптеки всех этими масками. Сама структура промышленности города Бреста позволяет отреагировать очень быстро и оперативно. Если говорить о ценах, то Панда поставит маски в аптечную сеть города по цене 1 рубль 20 копеек. Естественно, при продаже они будут стоить немного дороже. Но до пандемии их цена варьировалась от 20 до 30 копеек. Почему произошло такое подорожание? Директор Панды дал ответ и на этот вопрос. Существует специальное оборудование для производства одноразовых масок, автоматы. Значит, этот автомат стоит, допустим, насколько я там информирован, порядка 50 тысяч долларов. Естественно, вся эта маска завозилась со специализированных предприятий, которые расположены, ну, в России есть, у нас, я в Беларуси не знаю, в Китае. Да, себестоимость той маски значительно ниже, значительно ниже. Но мощности того оборудования в данной ситуации не позволяют обеспечить всех такими масками. Поэтому мы понимаем, что вот этот ажиотаж, который, ну, спровоцирован коронавирусом, он не вечный. И, соответственно, действительно, наша маска дороже, чем китайская маска. Но в данной ситуации другого варианта нет. Над производством масок из бязи и нетканого материала «Спонбонд» здесь трудятся 200 работников. Они быстро смогли переключиться с женской и детской одежды на медицинский атрибут. Начинается всё с закройного. В закройном рулоны ткани стелют, нарезают, ставят на сечечки, по которым швей наши работают, и уже упаковывают, и пачку приносят на производство. Шьют девочки очень быстро. Они умницы. Мы привыкли на нашей фирме шить всякие изделия. Плащи, пальто, юбки, брюки, поэтому майки, поэтому пошить маску не составило никакого труда. Важно время, а не какой-то творческий процесс, умения и знания. Глава города Александр Рогачук обсудил с директором предприятия и вопрос эффективности таких масок в борьбе с коронавирусом. Есть такой медицинский термин, плацебо, да? Это когда оно реально не действует, но человек настолько сам себя внушает, и ему кажется, что он выздоравливает. Так вот, маска, вы верите в действительность маски или нет? Значит, я вам скажу, исходя из моего восприятия маски. «Маска запрещает рукам лезть к лицу». Правильно. Самое главное, что сюда не лезешь. В процессе диалога не раз повторялось. Лучшее средство защиты от коронавируса – это соблюдение советов эпидемиологов и отсутствие паники. А медицинская маска в этом только поможет. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. В продолжение темы. По словам председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука, 19 предприятий города сегодня занимаются пошивом медицинских масок. Одно из таких – общество с ограниченной ответственностью, комфортная, практичная всесезонная спецодежда. Вот уже третий десяток лет организация изготавливает спецодежду. Но в связи с пандемией коронавируса активно включилась в изготовление дефицитного медицинского товара. На производстве побывала Мирослава Коваленко и изучила схему выпуска масок изнутри. Казалось бы, обычная медицинская маска. Пошить ее, пожалуй, может каждый подросток на уроках труда. Но в связи с массовым спросом специализированные предприятия по выпуску этих изделий просто не справляются со своей задачей. Брестское предприятие КПВС вот уже две недели активно изготавливает этот дефицитный товар. Причем это решение было принято руководством благодаря постоянным клиентам. Мы так и называемся, да. Ну, как бы мы для себя придумали, что это комфортная, практичная всесезонная спецодежда. Наше предприятие занимается пошивом спецодежды. Поэтому 25 лет мы на рынке нашим Брестском находимся. Поэтому нас все в первую очередь знают, как предприятие пошиву спецодежды. Это был не приказ от руководства, это скорее была рекомендация наших постоянных клиентов, покупателей, партнеров, которые, конечно же, отреагировав на ситуацию, которая в стране сейчас происходит, у них возникла такая потребность. И мы тут же отреагировали, и вот с 20 марта мы начали пошив этих масок. КПВС производит многоразовые, так называемые одноразовые маски. Весь процесс начинается в закроенном цеху. Здесь огромный рулон бязевой ткани складывается в 10 слоев и по трафарету разрезается на небольшие кусочки, которые и станут той самой медицинской маской. Всю эту работу выполняют две хрупкие девушки, которые быстро и слаженно справляются с поставленной задачей. Далее тряпичные лоскуты отправляются на подшив. Здесь в цеху работают 13 швей, которые за 8 часов могут произвести около 2,5 тысяч масок. Конечно, эта работа не требует особых знаний и творчества, но сегодня в период пандемии коронавируса ценится на вес золота. Несмотря на то, что основная работа предприятия по пошиву спецодежды продолжается, эти швеи отложили в сторону ярко-оранжевые жилеты. Говорят, заказ может подождать, а здоровье людей сегодня на первом месте. К тому же эта незаурядная работа помогает заработать побольше, плюс 20% к зарплате благодаря скорости и объему производимых масок. Мы хотим тоже поучаствовать, как и все, в помощи государству в пошиве масок. То есть, как предприятие сказало, что мы должны помочь. Девочки сразу все откликнулись, все бросили, начали шить. Спецодежда она тяжелее, хотя все думают, что она очень легкая, но там очень большой процесс. Много карманов, все обработки тяжелые. На масках оно легче, но надо приложить больше усилий по скорости и по количеству. Мы производим повязки с нитканых материалов и повязки с текстильных материалов. Производили еще марневые повязки. Да, это штучные изделия, хотя мы выпускаем, не каждая швея шьет на себя. Это все равно группка, чтобы увеличить производительность швей. И понравилось, потому что выпуск дает заработать даже больше, чем можно получить на каком-то костюме за счет именно производительности. Руководство предприятия утверждает, 2,5 тысячи единиц в день – это не предел. Здесь могут и будут производить еще больше медицинских масок, причем и дизайнерских. Они заполнят аптечную сеть города и поступят на многие производства Бреста. Тем самым помогут защитить нас от коронавирусной напасти. Для этого привлекаем сейчас наших фирм и партнеров, которые помогают нам с отшивом. Поэтому планируем увеличивать, наращивать объемы при необходимости. Идеи, конечно же, есть, но сейчас наша задача в первую очередь закрыть то, что необходимо. То есть, чтобы наш человек пришел в аптеку и ушел оттуда с маской, поскольку проблема такая существует. Но если будет необходимость, будет свободное время, конечно же, мы готовы дизайнерские маски рассмотреть. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Все о новостях Бреста. Брест – это город необычайной красоты. В любую пару года он по-своему привлекателен. Бреста всегда радует глаз жителей и гостей чистотой улиц, ухоженными парками и скверами, завораживает видами старинных зданий и современных многоэтажек. Прогуливаясь по нему, то и дело останавливаешь взгляд на каком-либо интересном объекте, которых в городе над Бугом немало. С каждым годом областной центр становится красивее, работы по его облагораживанию и застройки не прекращаются. Об этом наглядно свидетельствует кипучая деятельность в городском саду, в Брестском парке культуры и отдыха, на улицах города и в дворовых территориях. Затем, как город над Бугом прихорашивается, наблюдала Ирина Кузьмич. Вдоль новой аллеи городского сада расположились скамейки, которые отличаются от обычных маленькой, но очень важной деталью – металлической табличкой. Совсем недавно на аллее стояло четыре персонализированных скамейки, каждая из которых о многом говорит, а сейчас их пять. То ли еще будет, написал в свое время Эдуард Ханок, известный музыкант и композитор, чьи школьные годы прошли в городе над Бугом. А теперь скамейка с именем народного артиста Беларуси и строчка из песни станет еще одним украшением города. Когда мы объявили эту акцию, эту идею, Эдуард Семенович первым откликнулся. То есть это не было наше предложение. Теперь мы же, конечно, предложили Воробей, да, то есть она уже, это другая тема. Вот он сам. О чем это говорит? А Беларуси уже согласились? Он уже почти коренной крещанин уже, как говорится, в полном понимании. Для Эдуарда Семеновича Брест – место воспоминаний. Здесь прошли годы его юности, о которых он говорит только с улыбкой. Местом, где разместилась именная скамейка, можно назвать знакомым для композитора и музыканта. Недалеко находилась его школа, поэтому вместе с товарищами он часто гулял в городском саду. Это наше место, кстати. Поэтому я не случайно, когда мне сказали, я тут же сразу откликнулся, потому что это вот то ли еще было, понимаете, в то время. Поэтому, так сказать, для меня это не просто какое-то место, там, в Бресте, понимаете, а это там, где я провел маленький кусочек своего детства. Об акции в Бресте Эдуард Ханок узнал от своей супруги. А это мне супруга подсказала. У меня же руководитель есть художественный, понимаете. И мы, конечно, сразу взялись за это дело мгновенно, потому что ностальгия бьет, понимаете. Если бы не было скамейки, может быть и не было бы ностальгии, но когда скамеечка, да еще там, где ты провел фактически часть своего детства, ну что еще лучше может быть. Здесь это, так сказать, прямая ностальгия, понимаете. Поэтому я и сразу же и решился. На табличке прикрепленной клавочки выгравированы строчки из известной песни «Малиновка», как «Доры, край березовый в малиновой заре», музыку для которой написал Эдуард Ханок. На память о визите председатель Брестского горосполкома Александр Рыкачук подарил известному земляку энциклопедию «Брест. Тысяча лет». Одна из страниц книги посвящена жизни и творчеству Эдуарда Ханка. Городской сад стал местом притяжения для многих брещан, но это не единственная площадка, куда горожане любят приходить. Насладиться видами природы, весенним солнцем и пением птиц можно и в Брестском парке культуры отдыха, где сейчас ведется активная подготовка к открытию сезона. Парк, бывший долгие годы одним из главных центров культурной жизни Бреста, местом отдыха многих поколений горожан, таковым он остается и сегодня, готовится к открытию сезона. Пока в парке не так много людей, рабочих есть возможность привести всю территорию в порядок. Ведется подготовка клумб к весеннему периоду, проводится посев травы и активный ремонт газонов. Высаживаются новые и убираются аварийно опасные деревья. Все для того, чтобы брещане и гости города смогли вернуться в одно из самых живописных и уютных мест Бреста и насладиться его красотой. Ежегодно мы готовим парк к открытию весенне-летнего сезона. Проводятся следующие работы. Первое – это аттракционы прошли диагностику, освидетельствуются, что все аттракционы допущены к эксплуатации в 2020 году. Также на территории наводится порядок, убираются листва, убираются ветки опавшие, также проводится высадка кустарников, цветов летних. Также проводятся покрасочные работы, то есть это покраска мостиков, покраска аттракционов, тех же ограждений. Так что работа кипит. Для того, чтобы наш город оставался зеленым и чистым, важно сохранять то, что уже было сделано. Как поступает городская молодежь, школьники и студенты совместно с рабочими предприятиями «Коммунальник». Они решили провести эко-акцию «Полей дерева» для того, чтобы спасти от жажды молодые деревья, которые были высажены к тысячелетию города. И им это удалось. У нас проходит экологическая акция «Полей свое дерево» с участием коммунальника Брестского и Белорусского республиканского союза молодежи. Огромное спасибо, хочу сказать, от лица всего нашего предприятия, что откликнулась молодежь в первую очередь. Военные откликнулись сегодня, вот у нас проходила тоже с самого утра акция. Поливают деревья, мы предоставили технику, поливомощную машину, инвентарь. Молодежь помогает нам, поливает наши зеленые насаждения, которые в прошлом году мы высадили в рамках озеленения наших городских территорий. В областном центре месячник по благоустройству подходит к концу. И несмотря на неспокойную ситуацию в мире, город приводит в порядок свои улицы, скверы и парки. Весна вступает в свои права, а значит жизнь продолжается. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Один раз в неделю в Бресте проходят мониторинги по благоустройству. В состав комиссии, которая оценивает состояние городских территорий, входят представители разных заинтересованных ведомств – ЖЭСов, МЧС, Санитарной службы. Периодически к инспекции присоединяются специалисты администрации районов, при необходимости подключаются органы внутренних дел. Накануне на комплексную проверку вместе со специалистами Московской администрации отправилась и наша съемочная группа. Мы побывали в трех проблемных местах в микрорайоне «Восток». Какие правила нарушаются чаще всего и какая ответственность предусмотрена законом за несоблюдение норм ЖК, выясняла Виктория Нечаева. Чистотам – вопрос номер один. Причем порядок должен быть не только на центральных улицах, но и в местах, которые в основном скрыты от большинства жителей. Важно обращать внимание и соблюдать порядок даже в отдаленных закоулках владений. Поддерживать чистоту на окраинах – таково мнение администрации Московского района. Стараемся охватить все кусочки, каждая среда по чуть-чуть, чтобы увидеть и какие-то и не только красивые улицы нашей территории ЖС, но и какие-то кусочки, которые где-то в закоулках, куда люди не всегда доходят и которые не всегда на виду, чтобы обозначить, устранить какие-то санитарные недостатки, указать руководителям предприятий прилегающие территории на то, чтобы они все-таки территории прилегающие поддерживали в должном санитарном порядке и даже в каких-то закоулочках была чистота и было людям приятно находиться. Первым объектом внимания стала территория за гаражным кооперативом, что на улице Советской Конституции извечно проблемное место. Эту зону изрядно подпортили граффити, горы строительного мусора и бытовых отходов. То есть мы с вами – люди, которые используют данные территории. Ответственное за такое хамское отношение к чистоте и порядку предусмотрено законодательством. Требуются и финансовые вложения по обслуживанию и по уборке, подрезки деревьев, кустарника, сорной растительности, закрытию каких-то проходов сквозных, чтобы люди, которые не совсем благополучные, имели меньше доступа сюда, мусорить, оставлять за собой предметы быта и проживания в том числе на этих территориях, потому что, к сожалению, это имеет место быть. Предписания выписываются в адрес собственника. Также здесь подключается администрация Московского района при необходимости. И если данные требования и предписания не исполняются, то составляется административный протокол. В задачи рабочих групп, которые созданы при администрации Московского района, входит не только контроль за санитарным состоянием дворовых и прилегающих территорий, но и выявление потенциально опасных объектов, а также ветхого пустующего жилья. Улица Богданчука, частный сектор, руины некого строения. В администрации этот дом числился как ветхий, однако новый собственник начал проводить здесь работы по реконструкции без получения необходимого разрешения. На месте владельца не застали, пришлось звонить. Комиссии приехали, проверяем все пустующие дома, смотрим, ведется реконструкция. Документов разрешительных на реконструкцию у нас в администрации района нет. То бишь получается, это самовольное строительство идет. Судьба самостроя может быть различной, впрочем, как и судьба самого владельца. Мы пригласим, конечно, сюда собственника к нам в администрацию. Мы попросим его предъявить все разрешительные документы. Может, у него что-то есть еще до того, как он к нам приходил за разрешением. Естественно, если у него нет, мы выдадим предписание или восстановить, или же привести в соответствие самовольное строительство и самовольную реконструкцию дома. Ну и в случае, если подтвердится факт нарушения, на него будет составлен административный протокол. На Богданчука десятки презентабельных коттеджей. Простых, но очень благоустроенных домов. Но вид одного, в буквальном смысле ужасает. На хозяйку неоднократно составлялись административные протоколы. Этот раз не исключение. К слову, с начала года выдано 518 предписаний, составлено 18 протоколов. Задача этих групп – сдать эту оценку, выписать необходимые предписания, требования и в дальнейшем делать все возможное, чтобы привести данные территории в порядок. Каждый человек в ответе за чистоту своего дома или квартиры, а также именно мы, люди, отвечаем за порядок на территориях, прилегающих к нашему месту проживания. А потому лозунг «Чистота – залог здоровья» сегодня актуален, как никогда. Коронавирус продолжает менять уклад жизни белорусов. Не подумайте, в следующем сюжете не будет ни намека на негативную информацию. На просторах интернета и на телевидении едва ли не каждый час появляются печальные сводки событий. Психологи советуют искать плюсы в любой, даже самой сложной ситуации и учиться быть оптимистами. Согласитесь, мы, простые белорусы и белорусские, узнали много нового о себе и своем окружении из-за вспышки эпидемии. А еще мы научились быть человечнее и заботливее в отношении друг друга. Вроде бы и держим дистанцию, но становимся ближе. И вот он, самый настоящий вирус доброты. Виктория Нечаева уверена, что забота о том, кто рядом, может стать хорошей альтернативой лекарственным препаратам. Коронавирус продолжает менять уклад нашей жизни. Сегодня протекают в режиме социального дистанцирования. Да, ситуация требует особого подхода, но заметили ли вы, что в таких непростых эпидемиологических условиях люди стали более внимательны друг к другу и ближе, хотя и соблюдают дистанцию. Волонтеры помогают нуждающимся, кафе предлагают бесплатные обеды врачам, а магазины в скидке. Предприятия налазили пошив повязок для лица. Солидарность как один из методов дать отпор пандемии. Активнее обрещание стали носить маски и в помещениях, и в общественном транспорте, и на улицах. Понятно, что этот медицинский атрибут не гарантирует защиты от вируса, зато он не позволит прикасаться к лицу грязными руками. И еще, если вдруг человек является носителем вируса, маска защитит того, кто рядом. Еще две недели назад на городских улицах лицо прикрывал едва ли не один из сотни, теперь каждый третий. И здесь главный принцип не столько не заразиться, сколько не заразить. Средства защиты необходимые на каждый день, которые всем положено, всем надо, и все должны это соблюдать, эти правила, для себя, для окружающих, чтобы семью обезопасить свою. Боюсь кого-то заразить, и сама оберегаемся. Немножко простужен кашляю, поэтому не хочу подвергать окружающих опасности. Но ведь не масками едиными. Сегодня брещане стараются соблюдать режим самоизоляции. Яркий тому пример – Центральная пешеходная улица Советская. Магазины, кафе, кинотеатр. Обычно здесь многолюдно, но сегодня в час пик тут пусто. Сидим дома, никуда не ходим, вышли в аптеку, сейчас зайдем домой и пойдем. Дома не выхожу, только по нужде. Все, возраст такой уже, что только по нужде, и все. Раз в день бываем в магазин, или вот на работу надо было, и все. А так дома. И на помощь тем, кто предпочитает не выходить на улицу, пенсионерам, инвалидам и одинокопроживающим приходят сотрудники Красного Креста, волонтеры, социальные работники. При необходимости сходят в магазин, аптеку, принесут продукты или лекарства, уберут в доме, а если надо, и дров наколют. Старшему поколению должно быть максимально комфортно даже в изоляции. Мы начинались с двух раз в неделю, а теперь мы ходим каждый день. Я хожу, работа находится всегда, кроме того, чтобы сходить в магазин, чтобы сходить в аптеку. Я прихожу, но человеку уже очень сложно даже какую-то домашнюю работу выполнять, даже что-то подать, перенести, даже ту же кофточку одеть, даже ту же расческу подать, тоже необходимо. Не отказывать ни в чем. Даже те виды работ, которые не указаны конкретно в списочке, поможет все равно. Пока внуки меня сильно не тревожат, потому что, естественно, дети есть дети. Дети-то, может, и легко принесут эту беду сегодняшнюю, а мне уже, как человеку пожилому, тем более не так давно, в 2017 году я болела пневмонией, то же самое после гриппа, поэтому, конечно, я опасаюсь. В магазинах указ наклейки-разметки, которые помогают покупателям соблюдать дистанцию продавцы в масках и перчатках. Все о мерах безопасности знают и в Брестском, автобусном и троллейбусном парках. Ручки, поручни, ремни и стекла. Все, с чем соприкасаются люди, тщательно обрабатывается по два раза в день. Сегодня немаловажный фактор – ответственность каждого из нас и соблюдение рекомендаций. Руки моем, приходим с улицы или с дачи приезжаю. Ну, так вот, маски, перчатки девочки, меня внучки носят, вообще тоже все. Все мы ходим в масках. Отношусь в целом спокойно. Ничего тут такого смертельного нет. Все нормально. Пользуемся дезинфицирующими средствами. Меньше находиться на людях. Предохраняемся. Лучше заранее обезопасить себя, чем потом лечиться. Не страшно вроде. Все переживали, это переживем. Сами доктор по образованию, поэтому я могу посоветовать избегать людных мест, в смысле кабаков. Улицы бывают чаще. Если есть возможность избегать общественного транспорта. Не знаю, как в Витебске и в других регионах. В Бресте, в принципе, спокойно. Кстати, о врачах. Чтобы быть героем, не обязательно иметь суперсилу. Достаточно работать в здравоохранении. Сегодня медики словно солдаты на передовой. Только воюют они без оружия. И от того, насколько каждый из нас будет серьезно относиться к их рекомендациям, зависит практически все. Наступил тот период, когда и гражданам, и организациям, предприятиям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям и другим категориям необходимо не только использовать свои права, но и соблюдать обязанности в соответствии с законом Республики Беларусь о санэпидблагополучии населения. В частности, там есть такие статьи 28, 29 и 30, которые и оговаривают эти обязанности. И в эти обязанности входит в том числе проведение и участие в проведении санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. А также забота о своем здоровье, здоровье детей и окружающих. Сегодня медики, рискуя своими жизнями, спасают другие. Работают круглосуточно, ночуют на работе, помогают, поддерживают, спасают. Им тоже тяжело физически и психологически. И им нужна наша помощь. Постоянно находиться в маске и носить перчатки неудобно, а держать дистанцию непривычно. Да и эти меры не панацея. Но это самое малое, что каждый из нас может сделать для тех, кто на передовой, для наших врачей. Помните, когда мира хватило пандемии, абсолютно каждый из нас может внести свою лепту в дело профилактики этого заболевания. Никаких сверхусилий. Нужно просто соблюдать правила гигиены. Виктория Нечаева, Эдард Букнович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты Буктовые. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54 63 67. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя.